Всем привет, с вами снова Вэмп, и это небольшой видеообзор на Firefly Online Cortex. Это специальное приложение, которое было сделано в преддверии выхода игры Firefly Online. Ну, если вы следите за этой игрой или просто являетесь фанатом вселенной Светлячка или миссии Сиренити, то должны были уже знать, что где-то летом примерно это самое Firefly Online выйдет. Ну и я, так сказать, решил максимально приобщиться к данному событию и скачал себе в Стиме именно вот этот Cortex. Но кроме этого я еще поддержал разработчиков деньгами и докупил специальный пак, который называется Big Damn Hero, который расширяет возможности вот этого самого Cortex и дает, ну, скажем так, некоторый бонус к возможности, которые вы можете тут получить. Ну, давайте не будем голословными, заходим в саму игру, ну, как сказать, игру, в приложение. Ну, если вы просто зарегистрируетесь в этом приложении, вам будет доступен стандартный аккаунт, в котором вы можете просто проверять свои данные по аккаунту, смотреть новости и потихоньку зарабатывать BP. Это такая местная валюта, которую после того, как игра выйдет, можно будет перенести в Firefly Online. В данном случае в этом приложении нам доступен только заработок, небольшая мини-игра и возможность собирать карточки. Но обо всем по порядку. После того, как вы докупите пак Big Damn Hero, который сейчас, кстати, стоит около 5 долларов, ну, на местный пересчет денег по курсу рубля, где-то 261 рубль. Ну, по крайней мере, на данный момент, когда я снимаю это видео. Потом, конечно, если цены упадут, будет стоить дешевле, либо если повысится, то будет дороже. Ну, как я уже сказал, по крайней мере, сейчас я купил этот пак за 260 рублей в Стиме. Он дает, собственно, аккаунт-класс прокачивается до Big Damn Hero, и мне выдали еще бонусный корабль, который будет доступен в игре. Чтобы зарабатывать BP, вот эти самые деньги, нужно выполнять всякие задания, которые здесь есть, Ну, самое простое, это вы можете щелкнуть по картинкам YouTube, Twitter и Facebook, и вам будут добавляться очки. Также вы можете добавить друга в Cortex, это вам дадут еще 100 BP. После, кстати, покупки класса Big Damn Hero вам станет доступен вот эта вот шкала, которая показывает ваш ранг вашего аккаунта, и за каждые 5 уровней ранга вам будет даваться вот одна вот такая награда. Она может быть абсолютно рандомной, в основном это, конечно, ящики, но, по идее, там еще будут выдаваться всякие предметы внутриигровые, которые потом впоследствии можно будет перенести в Firefly Online, и еще какой-нибудь хрень типа карт, наверное. Собственно, здесь же можно еще на вашем аккаунте поменять вот этот вот значок. Значок меняется только если у вас есть какой-нибудь еще один. Сами значки зарабатываются, опять-таки, за получение BP, карт, выполнение заданий, ящиков и тому подобной фигни. Ну, давайте перейдем дальше. В стандартном аккаунте вам доступны только новости, за которыми можно следить. Эти новости сразу идут с официального сайта, на который я чуть-чуть попозже вам тоже сделаю ссылочку. Кстати, саму ссылку я добавлю потом в описании к видео. Ну, собственно, за просмотр новых новостей вам будут давать эти самые BP, да и просто можно будет узнать новую информацию о выходе игры или просто по обновлениям всяким. Ну, это, короче говоря, кому как будет интересно. Далее нам, после покупки Big Demon Hero, нам станет доступна вот эта вот карта местной вселенной. До этого она была на стандартных аккаунтах закрыта. Собственно, здесь вы можете просто полетать по местной... Ну, как полетать? Перемещаться по местной карте, которая полностью скопирована с официальной. Для начала у нас есть пять звездных кластеров, ну, то есть скоплений звезд, где будет происходить все дело. Собственно, это Blue Sun, Georgia, White Sun, Red Sun и Caledas. Каждому из вот этих кластеров можно приблизиться, чтобы посмотреть все планеты поближе. Почти каждый вот этот вот кластер состоит из нескольких планет, и почти каждая планета имеет несколько спутников. Ну, кроме вот этой, на которую я случайно щелкнул. Ну, вот, допустим, давайте вот сюда. Ну, вот, как видите, еще и спутник. Всего планет, если в общем считать, количество где-то больше двухсот, и если, черт подери, на них на каждую можно будет в Firefly Online приземлиться, я буду писаться от счастья. Ну, а пока что нам доступна только, допустим, информация по планете. Щелкаем на нее, и нам должны будут выдать небольшую инфу. Вот, допустим, где она находится, эта самая планета, ее позиция, диаметр, год треформирования, регион, ну, и небольшая информация, если она, конечно, есть. На данный момент информация существует только по тем планетам, которые были в сериалах, в сериале «Светлячок» и в фильме «Миссия Сиренити». Если вы не смотрели ни то, ни другое, то обязательно это сделайте. Это великолепный образчик с научной фантастики. Собственно, по просьбе, наверное, фанатов, это Firefly Online и делается. Фанатами для фанатов, вот так скажем. Кстати, если вы не знаете вообще, что такое «Светлячок», то расскажу, в 2000-м где-то году, может, 2002-м, вышел сериал под этим самым названием. К сожалению, просуществовал он не больше одного сезона, там, 14 серий, и был закрыт за малыми рейтингами. Но потом, через некоторое время, он оброс огромным комьюнити, фанатской базой, короче говоря, которая сделала этот сериал культовым. И по просьбам этих самых фанатов было запилено потом продолжение вот этого сериала, сериала под названием «Миссия Сиренити», то есть целый фильм. Фильм рассказывает, что случилось с командой через несколько, наверное, лет после окончания сериала. Ну и концовка самого фильма оставляет открытый финал, то как бы события должны будут продолжаться. И я так полагаю, что события игры будут либо продолжать события фильма, либо будут в промежутке. Ну, ничего плохого я в этом не вижу. О том, чтобы возродить светлячок, я с удовольствием смотрел сам сериал, сам фильм. Вы, если никогда не смотрели, то посмотрите. Если всё-таки вы когда-то видели это дело, то можете посмотреть ещё раз, потому что этот сериал имеет очень высокую степень пересматриваемости. Не знаю, как по-другому сказать. Ну, собственно, вот она вся карта. Её можно как угодно вертеть. Вот так вот. Вверх, вниз, вправо, влево. Поузнавать планеты и тому подобное. Кстати, за вот такое вот исследование каждой планеты вам тоже будут даваться БП. Поэтому в этом есть кое-какой резон. И ещё, за посещение некоторых планет вам будут даваться внутриигровые предметы. Например, я за посещение какой-то планеты, которая, кстати, фигурировала в сериале, получил рубашку одного из персонажей игры. То есть потом в самой Firefly Online я могу эту самую рубашку нацепить на кого-нибудь из своей команды. Ну, кроме этого, карта вселенной нужна для выполнения определённого рода мини-игры. Вот она. Состоит из трёх вариантов. В данном случае это обычный рут, который практика. За него, за его выполнение дают просто 50 БП. И он не ограничен по времени. За дейли рут, то есть за ежедневный, нам будут давать какой-то из ящиков. Может быть, бронзовый, серебряный, либо золотой. И также он ещё, как видите, на время. И есть ещё недельный рут. За него даётся самая высокая награда, и он самый тяжёлый. И за него даётся ещё меньше времени. Но если вы его выполните или провалите, его дольше всего ждать. Потому что, как видите, так как он недельный, то между выполнением следующего рута должна пройти ровно неделя. Ежедневный, как и положено по названию, доступен каждый день, через каждые 24 часа. Ну, давайте я выполню один дневной, либо провалю один дневной, как получится сейчас, и покажу ещё практику. Весь рут состоит из того, что мы его выбираем. Капитан Малком Рейнольдс в озвучании великолепного Натана Филлиана даёт нам задание. Нажимаем Begin Route. И нам нужно найти планету Констанцию в системе Калидаса, а не планету Дизраэли, которая является луной планетой Констанция в системе Калидаса. Переходим в систему Калидаса, ищем планету Констанция, вот она, и выбираем планету Дизраэли. Следующая часть, это нужно найти планету Ват, которая является луной планетой Джинна Бейна в той же самой системе Калидаса. Так, планета Джин Бэйн, вот она Переходим, и вот в ад находится чуть-чуть вот тут Вот он И еще далее переходим в следующую планету Брайзен Рок Которая является луной Гринлифа На системе Красное Солнце Переходим на карту Вселенной местной Ищем Красное Солнце, Red Sun Далее планету Гринлиф Вот он И Бризен Рок Вот он И вот, миссия выполнена Нам дали за него бронзовый ящик Потом я покажу, для чего эти ящики нужны Дейли Рут, как я уже сказал То есть, практикал Рут нужен только для того, чтобы зарабатывать БП Переходим в него Опять получаем задание Здесь, кстати говоря, если вы используете подсказки С вас абсолютно не снимается время В Дейли Рут и в Вик Рут Вам будут снимать где-то по 10 секунд за использование подсказки В данном случае времени у нас, как видите, нету Можно спокойно пошариться по всей карте, поискать Ну, точнее, искать нам не нужно Вот нам показывают, куда лететь Сразу Щелкаем Переходим дальше Вайт Сан Гонжи Ксин Юн Так, вот он Вайт Сан Далее Ищем Гонжи Ксин Юн Замечательно Далее, опять-таки, Ред Сан И планета Джубели Вот она, одинокая планета без всяких лун А нет, с луной, но нам нужна только сама планета Как видите, выполнено еще одно задание Плюс 50 БП Закрываем И теперь переходим в следующую часть нашего главного меню Это лут То есть, весь доступный вам Все доступные вам предметы Которые можно будет впоследствии перенести в игру Firefly Online Если таковые возможно перенести Либо просто, которые вам будут давать с типа значков Кстати говоря, чуть не забыл Кроме звания Big Demon Hero Покупка соответствующего пака Открывает вам Дает вам возможность засветить свой собственный аккаунт В титрах в будущей игре То есть, если вы купите Big Demon Hero Pack Имя вашего аккаунта будет добавлено в титры игры оригинальной Ну, как видите, если вы когда-нибудь поиграете И таки доберетесь до титров То можете заметить Ник Vamp В титрах той самой игры По крайней мере, я надеюсь на это Кстати, нам еще стал доступен Serenity View И Kepler View Ну, то есть, просмотр кораблей Ну, и тут я еще несколько открыл всяких там значков Значки открываются за выполнение задания Допустим, давайте Navigator 2 щелкнем И нам нужно, как видите, устроить 100 рутов На карте вселенной То есть, 100 раз поучаствовать в любых рутах От самой тренировки до Daily Root и Weekly Root Ну, допустим, другой вариант Вот это вот кресло капитана Будет доступен, если я соберу все карточки серии 2 О карточках чуть позже Для начала я покажу, что из себя представляют вот эти ящики У нас доступен 1 бронзовый ящик Который я только что заработал Щелкаем на него И видим, что в этом ящике есть 3 карты И 50 БП В данном случае серебряный ящик даст нам 10 карт и 100 БП И, соответственно, золотой ящик даст нам 25 карт и 500 БП Далее, переходим к карт Вивер И посмотрим те карты, которые мы сейчас заработали Да и, собственно, все карты, которые нам будут доступны Каждая карта является просто небольшой картинкой из сериала или фильма И различаются они только тем, что имеют разную раритетность Разную цену потом, после продажи Вот видите, допустим, эту карту я могу продать за 10 БП Также здесь показан эпизод Из какой серии этот момент И его небольшое описание Следующая карта вот такая И еще одна карта вот такая Вообще, чтобы узнать, о чем тут идет речь Можно щелкнуть просто вот сюда И здесь нам будет рассказано, что да как За собирание карт вы получаете больше БП И открываете награды Карты организованы в категории и могут быть сколлекционированы в несколько сетов Существует три типа карт в коллекции Нормальные карты Они могут быть получены за ящики За покупку специальных карт паков Или за выполнение рутов на карте вселенной Раритетные карты, желтенькие Они такие же, как и нормальные, но их гораздо тяжелее получить Потому что они более редкие Естественно, потому что они раритетные И, наконец, эпичные карты могут быть получены только за выполнение рутов на карте вселенной Или же за покупку специального пака эпичных карт Ну или будут их давать как особую награду выделенным игрокам Сами карты выглядят вот так Если они определены в рамочку Допустим, золотого цвета Это значит, что карта именно раритетная Рамочка фелия того цвета Значит, карта эпичная Ну и без рамочки, соответственно Это обычная карта Категория в правом нижнем углу показана Существует несколько категорий В данном случае это моменты из фильма Персонаж, корабль и место Допустим, какая-нибудь локация Вот этот множитель показывает, сколько карт у вас есть прямо сейчас Ну и название еще карты, естественно Далее Начиная с серии 2 Вы можете собирать карты в коллекции более чем одну Ну, проще сказать, если у вас есть несколько карт То они, соответственно, сразу становятся Ну, допустим, если у вас есть 10 карт То они становятся 10 левела И повышают свою раритетность Ну и далее Так, игроки получают наградные вот эти вот ящики И предметы За выполнение сетов карт Ну или за выполнение вообще полностью всей серии карт Так Ну и ящики, конечно, еще содержат брауни поинтс Ну, БП, те самые деньги В данном случае за выполнение серии 1 нам дадут шляпу Джейна Это того чувака, которого вы сейчас видели на предыдущей картинке Секундочку Вот этого вот Вот она, эта самая шляпа Потом ее можно будет перенести в игру И надеть на кого-нибудь из своих персонажей Ну, а за выполнение серии 2 Как я уже вам показывал до этого Можно будет получить вот такое вот Вот такое вот кресло капитана на свой корабль Корабль, кстати, в игре можно будет модифицировать Поэтому неплохо бы затариться креслом пораньше, да? Ну, это что насчет карт Ну, еще единственное, конечно, вы можете посмотреть типичные карты К сожалению, вам их показать я не могу Потому что еще не покупал ни одного пака Да и, собственно, пока что их еще не выиграл В серии 1 у меня доступна 31 карта На данный момент даже есть раритетная В серии 2 тоже Ну и, как бы, это все, что насчет карт я могу сказать Далее переходим в Шип Вивер То есть просмотр корабля И сейчас нам будут доступны для просмотра только два корабля Собственно, Сиренити, на которой как бы мы сейчас выполняем все руты Ну и, собственно, основной корабль вообще всей вселенной Точнее, корабль, на которой находится команда Вокруг которой держится весь сюжет вселенной Светлячка Далее здесь вот можно прочитать Что Сиренити это корабль класса Светлячок Почему, собственно, сериал так и назван Это транспортный корабль Был произведен в августе 2459 года После многих лет она была куплена И переназвана в Сиренити Капитаном Малкомом Рейнольдсом В году 2512 Активный член команды Светлячка На данный момент это Майкл Рейнольдс То есть капитан Зои Вошберн А, Вошберн, то есть Хобан Вош, Вошберн Ну, кстати, с этим я сейчас немного проспойлерю Вош погиб в фильме Сиренити Поэтому сразу хочу сказать Это спойлер Поэтому, если вы это слышите Закройте уши и забудьте то, о чем я вам говорил Далее, Кайли Фрай Это техник Кстати, Зои Вошберн и Малком Рейнольдс Составляют боевую часть команды Хобан Вош, Вошберн Это пилот корабля Джейн Кобб Это тоже мускулы Он, собственно, оружейник на корабле Саймон Тем и Ривер Тем Это два персонажа В принципе, из-за которых Команда постоянно влипает в неприятности И почему за ними бегает местное правительство Ну, допустим, Саймон Тем Это местный медик на корабле А вот Ривер Тем Это девочка, над которой ставили эксперименты Сестра Саймона Ну, чтобы об этом более узнать Вы должны посмотреть сериал И обязательно посмотреть фильм Потому что если я сейчас начну пересказывать весь сюжет Это будет очень долго Ну, здесь на данный момент Кроме информации о корабле Мы можем его покрасить Ну, допустим, здесь поменять цвет базы Цвет дополнительных всяких вот Частей корабля Вот таким образом И также еще поменять Небольшое Ну, как сказать Количество краски на корабле Здесь он выглядит немного обшарпанным Но если мы вот эти ползунки попередвигаем То Корабль может выглядеть как абсолютно домом Так и абсолютно старым Ну, короче, сейчас покажу Если мы передвинем ползунок Фейт Бейс Колор То есть мы будем либо показывать Либо, то есть скрывать Либо полностью показывать цвет базы Ну, то есть основной цвет Который вы выбираете вот здесь Фейт Эксент Колор Это скрывает дополнительные цвета Либо, наоборот, их очень сильно показывает Ну и, наконец, Вир Эн Тир Это как выглядит Обшарпанно корабль или ново Ну, то есть если вы передвините позунок влево То корабль будет выглядеть как новенький Но если вправо То он будет выглядеть очень сильно потрепанным Ну, и здесь еще также можно переназвать корабль Но если мы сейчас щелкнем вот сюда То серьезно Капитан Рейнольдс не одобрит Замену названия кораблю Сиренити Поэтому мы не будем злить капитана Рейнольдса И перейдем к следующему кораблю В данном случае это Кеплер Корабль, который достался мне по предзаказу Я уже успел его назвать Шонг Тиэн Это на китайском Кстати, китайский я выбрал язык не случайно В самом сериале Светлячок и фильме Миссия Сиренити Очень часто говорят на китайском Почти все маты в фильме были произнесены именно на этом языке И очень много отсылок к китайской культуре есть в самом сериале Я подумал, что это довольно забавно И назвал корабль именно Шонг Тиэн Что с китайского можно перевести как парящий Если, конечно, гугл-переводчик не врет Ну давайте мы его покрасим Базу мы возьмем синюю Мой любимый цвет Дополнительные цвета у меня будут красные и желтые Ну, вот так выглядит теперь мой кораблик Ну, мне кажется, что он слишком уж сильно обшарпанный И на нем плохо смотрятся цвета Поэтому мы возьмем И сделаем его новеньким Вот таким вот новеньким Правда, немного уменьшим яркость красок Чтобы он не смотрелся как анимешное говно Ничего не имею против аниме Просто слишком яркие цвета для корабля По мне это слишком плохо Так Вот таким образом мне больше нравится Так что, если вы будете когда-нибудь играть в Firefly Online И увидите корабль Кеплер под названием Шонг Тиэн Знаете, на нем летаю я И поэтому, если попытаетесь на меня напасть То я поджарю вам задницу Ну что ж, на этом тоже с кораблями все Кораблей может быть и больше Также краски к ним можно покупать Несколько видов И сейчас я покажу вам где Последняя остановка наша в главном меню Будет вот здесь Trading Post Это место, где можно будет купить Паки карт То есть базовые Где продаются нормальные карты Можно купить несколько штук карт Не открывая при этом их из ящиков И не зарабатывая ящики Далее Shiny Card Pack Здесь скорее всего будут раритетные карты И Epic Card Pack Здесь будут эпичные фиолетовые карты Также на данный момент здесь можно за деньги Купить раскраску для вашего корабля Как видите, здесь есть Кеплер Корабль Сэнд Флай Еще будет вариант корабля Шуфу И Сампан Вот такие вот на данный момент будут присутствовать в игре корабли Все это стоит не больше 2 долларов Если хотите, то раскошелитесь Я лично не буду Мне нравится и моя раскраска корабля Что ж, как бы на этом Можно сказать и все Хотя давайте сделаем так Мне осталось совсем чуть-чуть до получения 60 уровня И давайте я вам покажу, как работает система получения призов Которая показана вот здесь Давайте перейдем на карту вселенной И выполним парочку обычных рутов Так, нам нужна планета Фу Которая находится на орбите Лайон Джун На центральных планетах Центральные планеты вот здесь Лайон Джун, Лайон Джун Где же он? Вот он, Лайон Джун Если я правильно почитаю по-английски И вот она планета Фу Следующая наша остановка Планета Изабел на орбите планеты Зус В локации Рим То есть, либо здесь, либо здесь Ну, выберем сначала вот сюда Каледасу И я не ошибся Планета Зус находится вот тут Щелкаем на нее И ищем Изабеллу Вот она Последняя наша остановка Потому как обычно в рутах не больше трех планет Редко когда бывает четыре и больше Нам нужна планета Син На орбите Джинс Бейн И опять-таки локация Зе Рим Джинс Бейн находится в этой же самой В этом же самом звездном кластере Что и предыдущая наша планета Вот она И щелкаем по сит Отлично Миссия выполнена Закрываем Посмотрим на аккаунт Опа Видите За получение Брауни Пойнт Мне Чуть-чуть повысили ранг Ну Осталось где-то Две работы До шестидесятого Поэтому возвращаемся на карту вселенной И выполним еще два рута Так Планета Калчестер На орбите планеты Ландиниум На White Sun Вот он White Sun Ландиниум Вот он Ландиниум И вот он Калчестер Следующая наша Планета Энджел Орбита Каледаза Локация Зе Рим Так Ну в данном случае Каледаза Это целый Звездный кластер Поэтому переходим в него И вот она Отдельная стоит Планета И последняя наша остановка New For Орбита Джорджия Border Plants В данном случае Джорджия находится вот здесь И вот он New Hope Еще 50 БП Возвращаемся на карту И последняя наша Работа на сегодня Минака Heaven Каледаза Так Каледаза Heaven 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 Где же у нас Планета Heaven Вот она Планета Heaven И вот она Минака Следующая Центральная планета Вот она Бернадет Абердин Каледаза Миссия выполнена 50 очков БП плюс Переходим к аккаунту И оп Нам дали Еще один К сожалению Бронзовый ящик Я-то рассчитывал На серебряный Либо на золотой Но что поделать Идем в лут Открываем ящик Получаем Три халявных карты И еще 50 БП Посмотрим Что за карты Сразу Sounds like trouble Bush Hackett Эпизод Небольшое название И Натан Филлиан Он же Малком Рейнольдс Собственной персоной The Brutus Какой-то там Корабль Пилотная серия Под названием Сиренити Это не фильм А первая серия Сериала И последняя Это Graceful Инара Ну Эпизод Our Mr. Reynolds То есть наш Mr. Reynolds И здесь Какая-то Полусонная Инара Ну это Компаньонка Так называют Скажем так Женщин Которые Сейчас Скажем так Как бы Более так Мягко выразиться Женщины из эскорта Вот так Ну не буду дальше вдаваться в подробности Это надо смотреть фильм И сериал Хочу только сказать Что нам попалась Очень редкая Золотая карта Это хорошо Закрываем На этом как бы тоже все И можно сказать Что Я закончил С данным Ну не знаю Не обзором Просто небольшой Информацией По аккаунту Класса BigDamnHero Вы видели Что он дает Так что Если хотите Можете тоже купить Такой аккаунт Через Steam И если вы Поддержите Рублем Или чем вы там хотите Разработчиков Firefly Online То это Повысит шансы На то что игра Все таки выйдет Выйдет в скором времени Будет она Отличной Я на это надеюсь И Может мы даже там И встретимся На просторах Этой самой Firefly Online Ну что ж Спасибо за просмотр С вами был Эмп Встретимся В следующих видео Пока Субтитры сделал DimaTorzok